Итак, это анализ рынка. Сегодня 28 августа, 24 года, время 8 часов утра и рыночный фон на сегодня такой. Азия в минусе, фьючерсы США, ЕС в минусе, не в минусе. Торгуемся четко по плану, озвученному во вчерашнем обзоре рынка, ссылка на который имеется в нашем телеграм-канале и в ютубе, и янхзин, и вконтакте, в том числе. Цена по инсу ММВБ пришла в район 2720 пунктов перед ГПВ область. Сегодня мы получим снижение в район 2710 пунктов, так как будем отбиваться от уровня ЕМА-9 по одночасовому графику именно вниз, на забор сапов, на частичном закрытии ГЭПа. И потом будем разворачиваться вверх на 2750-2760 с конечным выходом на 2800. Поэтому в целом мы базовые цели снижения уже отработали. ГЭП частично, я полагаю, закроем. Вопрос закрой будет ли полностью двоякий? Сказать я вам не могу. Частично закроем до 100%, но полностью двояко, двояко. Покупатели все равно сильные на рынке сидят. Вот. Поэтому четко идем по плану. Соответственно, я вчера обратную связь с вашей стороны получил по поводу акций Лукойл, Патнефть, Газпромнефть. Вы закрыли их в профит. Молодцы, красавчики, вопросов нет. Теперь многие бумаги снова будем покупать по более-менее краткосрочным низким ценам. Подчеркиваю это, но об этом в видеоролике текущем мы с вами поговорим более детально. Так, господа, смотрите, поступают по седям вопросы. Мол, Михайлович, у тебя помимо Ютуба что-нибудь еще есть? Господа, каждый день публикую в нашем Телеграм-канале следующую информацию о том, что у нас имеются также видеохостинги в виде ВК, ВКонтакте, Яндекс.Зен и РУТЮБ канал в альтернативу Ютубам. Смотрите еще раз, обязательно подпишитесь на наш Телеграм-канал про рынок акций. Из него поступает информация в качестве видеороликов уже на ВКонтакте, Яндекс.Зен, РУТЮБ и, соответственно, Ютуб. В России Ютуб работает даже через VPN с проблемами, соответственно, не с первого раза видеоролики прогружаются. Поэтому, пока есть возможность и время, сперва на Телеграм-канал подпишитесь, потом ВКонтакте группы, Яндекс.Зен и РУТЮБ канал в том числе. Все видеоролики, все материалы дублируются на эти ресурсы. То есть сейчас я беру охватом все медиапространства. Я бы хотел начать с самой жесткой форс-мажорной новости на сегодняшнее утро. О том, что банки Объединенных Арабских Эмиратов, в первую очередь дубайские банки, начали блокировать российские платежи за китайскую технику. До сих пор ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты, были для российских импортеров главным образом, пунктом проведения платежей за возимую из Китая технику. Но в последнее время риски вторичных санкций, отложения работы, это товары денежной цепочки, сообщает коммерсант. Значит, смотрите, импорт дальше будет сокращаться, импорт электроники в Россию упадет, импорт автомобилей тоже упадет, импорт запчастей тоже упадет. Я вчера, позавчера, очень общался со своими коммерческими страховщиками. Они в Каско сообщают, что ремонт длится уже до 7-8 месяцев примерно. То есть, детали еле-еле возятся. Вот, соответственно, из-за падения импорта инфляция будет расти. Соответственно, Центральный Банк в своей прежней монетарной полиции, скорее всего, ставочку все-таки добьет до 20% годовых, может быть, даже побольше. Но потом они поймут, что повышать ставку при проблемах с импортом, это уже просто маразматизм. Это тотально монетарное безумие, чего делать больше не надо. То есть, инфляция в России будет расти, а ставка в районе на 20% годовых. Я все веду к тому, что покупать валюту также при текущей обстановке нельзя. Почему? Потому что рубль будет укрепляться просто-напросто. И все. Почему? Потому что юань-доллар широким массам не нужен. Соответственно, и бизнес сейчас, ну, скажем так, широкий бизнес, малый, средний, которые на импорт работают, не пользуются спросом валюты с их стороны в массовом порядке. Поэтому, учитывая, что юань будет падать, доллар будет падать, евро будет падать, рубль будет в России. К тому же, по юаню цель еще осталась на уровне свечного шипа по недельному графику 10 рублей 80 копеек. Я о ней вас предупреждаю. То есть цели ниже имеются. В общем и целом, нам по ящику говорят, что Китай и Эмират это прям такие братья на век, с кем можно на брадершаф пить, сосаться и прочее в этом духе. Но, извините меня, вот эти братья сейчас нас кидают. Охренеть как кидают. Я еще раз говорю, пора бы уже признать, что братьев у нас нету, союзников у нас нету. У нас есть только мы сами. Все. Меня триггерит от этого. Почему? Потому что я два года говорю, что китайцы, они сюда пришли на наш рынок только ради того, чтобы бабки заработать. Эмираты то же самое. Эмираты вообще-то посредники между Россией и Китаем в плане поставок импортных товаров. Они свою комиссионку рубят. Поэтому никого братца и по-братанцу быть не может от слова совсем. Этот факт пора уже признавать, потому что они сейчас нас подставляют жестко. Это первое. Второе, что необходимо учитывать, что внутри БРИКС должна быть новая валюта. Альтернатива доллару, альтернатива евро. Не знаю. Может быть юань, может какая-то новая валюта. Доплевать. Почему? Потому что среди стран БРИКС, чтобы обходить стороной все эти санкционные издержки, необходимо передать внутри этой организации. То есть не в рамках ВТО, не в рамках внешней мировой торговой и прочей в том духе, а вот внутри этой организации БРИКС. Чтобы обходить разные геополитические острые вопросы, которые потом влияют на макроэкономику. А в остальном, господа, терпим. Я вам так скажу, терпим. Кому нужна электроника, покупайте сейчас. Кому нужен автомобиль, покупайте не китайцев. Покупайте российские марки. Потому что сейчас смотрю, в Москве, в Питере в первую очередь, все на китайцах катаются. Ну, видите, народ от жира бесится в этих городах. Но я вам скажу, что эти машины чинить будут очень скоро сложно. Деталей будет очень мало. Соответственно, проще рыться под капотом машины, будучи отечественным производством. Я вам бесшу-то говорю, серьезно. Как это было при Советском Союзе. Как говорится, мечтали вернуться в Советский Союз? Возвращайтесь. Вот, вас уезжут с распростертыми объятиями. Там примерно такой же был дефицит товаров. Но вот у нас сейчас то же самое появляется на рынке. В общем, ситуация ахтунговая, жесткая. Поэтому электронику, да, надо покупать иностранную обязательно. Своей электроники в принципе нет и не будет. Говорят нам об импортозамещении. Их хрень, все это полно. Есть в Китае замещение. Я даже вчера читал статью по одному из стоп-менеджера Татнефти. Он говорит, что все их мощности, они тупо китайские. И Китай больше мощности не поставляет. Татнефти. Ну, конечно, вам больше не поставляет Китай импортной мощности. Все эти производственные мощи, товары. Потому что они санкции вторичные боятся, как и Дубай, по сути. Поэтому, да, конечно, логически будет дальше немножечко разрушаться по отношению к нам. Инфляция будет на факторе расти из-за дефицита товаров. И Центральный банк уж этим никак не будет бороться. Все. Центральный банк, уже поднимая ключевую ставку сейчас, он уже, 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 уже ни хрена ничего не поборол и не поборет. Вот запомните это. Даже запомните другую вещь, что даже по меру роста инфляции Центральный банк будет ставку потом понижать. Вот это просто неоспоримый факт. Как говорится, адепты МВФ поступают так, как поступает ФРС. ФРС в сентябре ставку, скорее всего, снижет. На долю 25%. А наш Центральный банк, им будет в начале 25-го года, начать тоже процессу ключевую ставку при растущей матью инфляции. Вот такая правда жизни. Абсурд, мразматизм, просто о логичности по самой штаны. Но, господа, что есть. Вот когда ЦБ будет ставку уже понижать, все. Это рынок акций в космос, рынок ОФЗ в космос, инфляция в космос, все в космос. Отбивать бабки придется уже не по 30% года, как я это делаю последние 5-6 лет, а минимум, блять, по 50 годовых. Потому что промоинфляция из-за недостатка сырьевых товаров, из-за недостатка производства мощности в России будут расти. И потребные инфляции, конечно, тоже будут расти. Почему? Потому что те товары, которые ставятся на прилавках, они будут дорожать в свете роста спроса на этот товар. Но предложения будут сокращаться. А коммерсанты, сука, жадные. Они только хотят цену повышать, понимаете? А потребители за все это заплатят. Это очевидно. Поэтому я говорю, что пока возможность есть, электроничность надо покупать сейчас уже, пока цены более-менее адекватны. Потому что, извините меня, потом какой-нибудь телефон, Huawei, Xiaomi и прочее, он будет уже не 30 тысяч, а все, сука, 50 тысяч. Это ведро помойное. Я молчу про Samsung, про iPhone и про прочее в этом духе. А про автопром так вообще молчу. Бюджетная машина сейчас по 2,5 ляма минимум стоит. Вон, посмотрите, новая марка Solaris появилась, да? Типа Hyundai перегоняет в Россию. Просто шилики в них меняют. 2,5 ляма Hyundai Solaris стоит. Это ведро, это гроб на колесах. Извините меня, главный гроб на колесах Lada Niva 1,200, Lada Grand 1,000, Lada Largus 1,700, Lada Vesta 2 с чем-то. Из-за чего эта проблема? Из-за того, что частично наш автопром напишен китайскими товарами, да, китайским производством, но не в полной мере. То есть все равно как-то замещать в нашем автопроме придется конкретные детали для автомобиля, чтобы мы вообще не ссучились тут. Потому что если будет проблема тотального дефицита в автопроме, российском, не китайском, а российском имеется в виду, на российских марках, на российский бренд, это вообще будет полная труба. Но я думаю, проблем в принципе решат. И так или иначе, какие-то китайские, ой, российские, про китайское назначение субтовары у нас тоже в автопроме появятся. Я имею в виду детали на российские модели. В общем, о чем мы с вами ранее, господа, говорили, об этих рисках, о том, что у нас будет двойная инфляция. Это инфляция за счет фактора валютной переоценки, инфляция за счет фактора роста на сырьевого товара и инфляция за счет развала импорта. Но вот это у нас все происходит. Инфляция рублевого будет на этом факторе расти. Поэтому, да, конечно, как-то вопросы эти рано или поздно решать придется. Далее, по инусу МЛБ, смотрите. Пришли вчера, соответственно, с нашим с вами прогнозом в район поддержки 2.720. Сегодня будем отфутболиваться вниз от Яма 9 в район 1.2 Гана 2.700-2.710. Здесь пробиваем полосы Больнджера, ищем перепродность на РСИ и возвращаемся вверх на 2.750. Тут будет небольшая ценовая проторговочка с возвратом на 2.800, к Яма 200, это красненькая линия. Поэтому, в принципе, мы, ну, как минимум, думаю, полгэпа закроем сегодня. Но, может быть, и весь гэпп, я не знаю, честно. Но, мне кажется, полгэпп точно перекроем, это наверняка. По всему гэппу сложно, это полгэпп точно. Но потом возвращаться будем вверх. Потому что, в принципе, у нас покупатель в рынке сидит, покупатель в рынке пылесосит голубые фишки. И покупатель, по всему, понимает, что что-то где-то как донышком запахло. Вот. Поэтому вчера я проторговал на нашем клубе трейдеров три торговые идеи. Вот, собственно говоря, Мечилпреф, Мвидио и Мечилпреф. Ну, это были два утренних лонга, да, потом был вечерний лонг. В принципе, не жалуюсь. Почему? Потому что торговый человек от реверса из-за того материала, лайфхак, который я публикую неоднократно здесь. Тут уже имеется 26 лекций на тему реверса на торговле, лайфхаков по рынку, впрочем, в рамках нашего клуба трейдеров. Обязательно посмотрите. Если вы не посмотрите, господа, вы потом локти себе будете кусать. Почему? Потому что это информация на вес золота. Вам эту информацию просто так в рынке не предоставят, и вы ее в самом доступе не найдете. Потому что это лично моя авторская наработка. Вот, соответственно, сегодня тоже я буду выходить напрямую в эфир в 9.55. Соответственно, проторгуем рынок по утру, в обед и вечер. Ну, и посмотрим, что будет дальше. Кстати говоря, господа, в честь Дня Знаний скидка 15% на наш клуб трейдеров и клуб инвесторов. Ссылка имеется в описании под каждым видеороликом. Вы можете подписаться на него через наш официальный сайт биржевик.ру и через наш официальный телеграм-бот биржевик.бот. 15% скидка на наш клуб трейдеров и клуб инвесторов. В клубе трейдеров мы торгуем спекулятивно, краткосрочный клуб инвесторов. Мы в рынок акций России с среднесрочным инвестируем. Все. Акции России, облигации России. Все. Поэтому хотите торговать спекулятивно? Welcome to клуб трейдеров. Хотите инвестировать в среднесрочный? Добро пожаловать в клуб инвесторов. Ссылка в описании. 15% скидка. Далее индекс РТС. Здесь тоже идем на снижение в район закрытия гэпа. 920, 910 пунктов. Тут, в принципе, цели прежние и норматив, как говорится, выполняем. Пара юань-рубль. Идем вверх к 12 рублям. По сути, нас сюда загонят. Уложенные пробои ЕМА-200 будут. И потом обвалимся еще ниже. На факторе обвала импорта. Как говорится, Дубай, Эмираты нас хорошо сейчас подставляют. В общем и целом, ждите юань-гинь по 11.50. Это краткосрочно. А среднесрочный 10 рублей 80 копеек. Все. Там шип остался, надо его закрывать. По рынку нефти ситуация прежняя. Вот у нас разворачивается 82 доллара за баррель, о чем мы с вами говорили на неделе обзоре рынка. Еще недели ранее о том, что от уровня 76 нас загонят на 81.82. Потом мы откорректируемся в районе 77.78. Куда мы, собственно говоря, сейчас и идем. Вот сюда. Поэтому цель у нас тут локально ниже. По природному газу у нас сегодня была экспирация. Открылись гэпом вверх. Соответственно, гэп нам это придется перекрывать в районе 1.89. Спрос на газ низкий, хабы заполнены, все. Куда расти газу, я не понимаю. Поэтому идем на снижение. Закрывать гэп. По рынку драгметаллов картина прежняя. В принципе, мы идем сейчас с вами на снижение по золоту. Открывать сразу недельный график. Еще раз говорю, что цель здесь среднесрочное снижение 2.400 и 2.300 по серебру. 26 по палладию. Ну, тут, в принципе, боковек остается. Будем в нем, в этом треугольнике, в этом треугольнике торговаться дальше. Без больших движений. По платне, ну, примерно то же самое будет. В районе боковика 800, дефис 1100. Почему так? Потому что индекс бакс продолжает аккуратненько расти, как вы знаете. Цельный у вас только в районе 102-103 пункта. Потом обвалится еще ниже на факторе снижения ключевых ставки со стороны ФРС. Поэтому, да, локальным коррекциям по золоту, по серебру увидим вот такую. И потом полетим по серебру и по золоту выше. По золоту в районе 3000, по серебру в районе 50. Так что, в принципе, я инвестиционной полицией по серебру держу дальше. Мне глубоко плевать на происходящее. Монетки, слитки я, как говорится, закопал уже, где надо закопать. И теперь не парюсь, не суючусь. В общем, смотрите, я постепененько буду сегодня публиковать также ряд, скорее всего, идей по российскому рынку акций. В рамках нашего телеграм-канала про рынок акций. Обязательно на него подпишитесь. Я сейчас на небольшую паузу видео поставил. Бумажки наши рассмотрел. Нужно более детально мне к ним присмотреться, чтобы потом эту идею опубликовать. Но, опять же, сразу почитаю, что угледобывающая компания выглядит сверхаппетитно. Прям вообще оттаскок аппетитно. Они, как говорится, в первую очередь на потенциальный лонг. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал про рынок акций. В контакт-группу, Яндекс.Ин, Рутуб-канал в том числе. И самое главное, 15% скидок на наш клуб трейдеров и клуб инвесторов. Пока такая акция есть, господа, подписывайтесь на эти каналы наши. Соответственно, познавайте ту информацию, которую я вам там публикую. Потому что ни один участник рынка вам такую инфу больше сроду не опубликует. Потому что это личная наработка, личные алгоритмы. И потом, господа, я сейчас... Небольшое примечание. Я делаю сейчас конкретный алгоритмический осциллятор. Назову, не знаю, осциллятор Михалыча, например. Я думаю сейчас над названием. Чтобы вам было проще торговать. И потом эту программку вам опубликую. Дам понимание того, как она работает. Это реверсная программа, чтобы она упрощала вам торги. Торговлю как таковую. Сейчас я технически ее прорабатываю, дорабатываю. Над названием тоже думаю. И, соответственно, уже можно будет поспевненько ее публиковать. Чтобы вы могли спокойно от реверса торговли работать. Но опять же, сразу говорю, что работа от реверса, конечно, прикольная. Ну, я имею в виду, не включая мозги. Но мозги надо все равно включать. А чтобы мозги включать, подписка на наш клуб трейдеров-инвесторов обязательно. Ну, и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь в время грамотная стратегия. Наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго. Удачных торгов. И до свидания.